Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Пороха Исаия, 9 глава, 6-7 стих, который вчера вечером половина была объяснена. Ибо младенец родился нам, сын дал нам владычество на арминах его. И нарекут имя ему чудный, советник, Бог, крепкий, отец в вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне до века. Ревность Господа Савуофа соделает это. Но вчера слово чудно разъяснял. Советник и Бог крепкий. А сегодня мы послушаем, что означает отец вечности и князь мира. Просто прочитать слова эти или сравнить с Библией, это большая разница. Вчера, видимо, брали интервью у патриарха сегодняшнего. Из Библии ни одного слова нет. А слова все грамотные, хорошие, видно, что подготовленные. И кто берет интервью, очень интересный человек. Но говорит вещи такие, которые раньше от него никто не слышал. Мы стоим на грани того, что запрещается всякая релья. Я все-таки про это говорил. И слушаю главного и еврея берут интервью. Берлазер в Москве. Секрета никакого нет, раз открыто выставляют-то. Люди намного жалуются. Вот сейчас что делается, а то другое. Он говорит, все исцеление в Машиах придет. Машиах, это Мессия по-еврейски. То есть говорят фактически об одном. Почему мы на этом не останавливаемся? Что за этим-то следует, Слово Божие говорит, Христос придет. Но раз перед ними будет это событие, оно показывает, что все уже где-то рядом. И вот мы прочитали. Исайя говорит эти слова, Сын дан нам. Сыновей было много. Но он его наделяет такими качествами, не сам. Рукой его вводят, писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Он называет его Отец Вечности. Отцов много. Но Отец Вечности один. Умер Отец. Или Сын умер раньше. Ни Отца, ни Сына. Мы посмотрим по Святой Библии. Просто, что нам Бог скажет и разъяснит. Тема была непростая, искать много пришлось. Больше математики еще знаний прибавилось. Но математика открыла глаза еще больше. Дело в том, что в мировых религиях Бога Отцом никто не называет. И когда уверовала одна мусульманка, а она жена пакистанского министра, и так и книга называется, я осмелилась назвать его Отцом. То есть настолько это для них было необычно, что мы Христа, когда попросили ученики наставить как правильно молиться, первое слово было Отче наш, Отец наш. Вот вникнем в это. Сирот у нас нету, потому что у нас есть Отец. И не называйте на земле никого Отцами, ибо один у вас Отец. Мы с Александром Менем, когда беседовали, он говорит, вот такое впечатление складывается, что в Библии у нас все-таки считали люди. И как только узнавали, что написано, сразу поперек начали надо делать. Да это и нужды не было. А как только сказали, не называются Отцом. Все Отцы. Дьякон – Отец. Он в церкви работает. Но Отец, если родил. А если не родил, детей нет, он не Отец. Там другие звания. Князь может называться. Итак, апостол Павел говорит, «Я родил вас благовествованием во Христе Иисусе». А потом, когда пишет посланник Филимону, Я говорит, Анисима, прими его. Я родил его в вузах. Давайте эту мерку представим сегодняшним. Начиная с патриарха. И до самого низу. Выстроить всех и сказать, покажите, кого вы родились. Ну, Авраам родил Исаака. Один Яков. У Авраам родил два сына. У Якова уже двенадцать. И как размножается. И их биография известная. «Я родил вас во Христе Иисусе». Многое знают. Зачем бы мы здесь были, если были неверующие? Ну и покажи. А если женщина – это мать. И в монастыре так и называют наша матушка. Мать. Вот если этого-то нет. А можно это убрать? Нельзя. Это слово, как фикция, оно ничего не означает. Значит, он здесь работает. И оно будет обречить обречением на суде Божьем. Ты знал, что ты, отец? Знал. А ты знал, что детей нет? Как отец? А вот когда в духовном плане, так и написано. Много у вас, говорит, кого наставников. А отец один. Я родил вас. И чем? Благовествованием. Когда люди принимают Христа за своего спасителя. Не просто так возлюбил мир Господь, что отдал Сына Своим единородным. Да всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Слово «всякий» для верующих православных должно стоять на первом месте. Не просто «всякий», а запиши туда, кто? Константин, Михаил, Марья. Я, златоуст говорит, присвой себе то, что там говорится. Мы сейчас будем считать. Я сразу могу назвать цифры. В Ветхом Завете примерно 7-8 раз. Отцы много, но к Богу, как отец, всего только 7 раз. А Ветхий Завет по размерам, по объему больше Нового Завета в 3 раза. В 3. Тут видно, по странице легко это считать. Так вот, в Новом Завете уже мы считаем отец с большой буквы 232 раза. Ровно в 33 раза больше, чем в Ветхом Завете. А почему? Усыновление произошло. А кто у вас крестный будет? Крестный – это второй отец. Если что-то случится с отцом физиологическим, то закон был такой, что ты его берешь. И ты его воспитываешь, ты его кормишь, поешь, и ты для него заново. А если женится, а там у ней уже был сын, вы обряд не знаете какой. Обряд очень строгий был, и при том все основывалось на Слове Божьем. Отец, я его беру, я его усыновляю. А сын будет покорен? Ну, уже договорились. Он знает, что говорит, да, покорен. И теперь в храме рядом, там, как будто голова даже лежит на пороге где-то. И отец ногой, новый отчин, наступает, ногой ему на шею. Ну, как? Чтобы показать, такое будет его полное повиновение мне. Вот давайте обратим это теперь. Это из жизни людей. Какие мы дети? И чьи дети? Почему молитва отчина? Это главная молитва молитв, так и называется. Если песней много, есть песня песней, выше ее нигде нет. Итак, мы прочитаем несколько мест. Старозаконие 32.6. Закладки на это будут вверху, а князь Мира снизу сделал, чтобы не путать все. 32.6. Старозаконие. Сидели, воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный. Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Речь идет обо всем израильском народе. К слову сказать, тарозаконие. Верующий человек на танцплощадке жену искать не будет. Мы рассказываем в семинаре, когда ближется выпуск где-то, столько молодых девчат и так крестятся, и такие длинные платья и платочки у них. Матушкой охота быть. Но не всегда это так получается. И вот, чтобы человек уверовал, ему должна быть проверка. Он дает ей считать, уже к слову сказать, и говорит, прочитай второзаконие. Такая-то глава вот тут написана на тесте. Она его ищет в новом завете. Он говорит, конкурс не прошла. Второзаконие в Ветхом завете. Вот какую проверку еще устраивает. Атрил говорит, так от миссионер, что она была тебе по нраву, как вся российский диакон говорил. И здесь конкретно. Салум 67,6. Отец, сирот и судья вдов. Бог во святом своем жилище. Вот как. А если не вышла замуж, а кто за тебя заботится будет? Кто докармливает, дофаивает? Златооз говорит, Господь, Бог сирот и вдов. И поэтому доверься ему. Если он наш отец, вникни в это слово, оно не маленькое. Потому что в пророчестве о нем, он упоминает именно сын дан нам. Владычество на румянах его. Владычество. А до этого было владычество какое? На рамнике. Это рама. А здесь такие, как шитые были. И здесь булыжники, и здесь булыжники. По-нашему сказать, камни. На этом написано шесть имен колено Израилевых. И на этом. Это Аарон, когда входил перед Богом. Это так и должно было быть. Мы знаем или нет? Ну, просто вот так вот. На сегодняшний день. Отовсюду кричат. Вы молитесь или нет, что в Казахстане делается? Ну, вчера показывают, как войска. Кто-то 500 прислали отсюда, 3000 туда послали. И уже из самолета грузятся и то другое. Мы никак не можем повлиять. Мы можем только сказать. Услышь, Господи, там наши люди живут. И при том немало оказалось. При том хорошие наши люди. А оно захватывает подряд всех. Только чтобы никто не выходил на улицу и не стояло у окон. В один день 70 человек трупов. Сейчас будут искать. А почему? К Отцу Небесному они обращались. Я близко знаком с мусульманами. У них этого нет. А у них Аллах Акбар. Вот там бомбят где-то, а они Аллах Акбар подряд кричат. Что означает Аллах, то есть это высшее существо на небе, велик. А я возьми, да скажи, и говорю, Иисус Акбар. Ну, там лет ему 15, мальчишка. Ну, вот снова кричит Аллах Акбар в интернете. Я говорю, Иисус Акбар. Он мне сразу пока голову отрежет. Его за руку кто-то охватил и тащит винодетый. Говорит, что ты делаешь? Это же человек пожилой. Аксакал. Так, значит, признание высшего еще тебя не делает человеком. Нужно, чтобы он стал велик для тебя, а не просто Иисус велик. Ну, я говорю, Иисус Акбар. Он Иисус велик. А то слово для них все время мелькает. Он будет никому, но нельзя присвоить. А нам легко говорить. Он умер за нас. Вот. Прошлое. Вот я называю имена. Библия разрешает это делать. Популярностью пользуется одна книга. Называется Плаха. Плаха. Он написал ее герой со старистического. Тогда Чиргиз, Айтматов. Киргиз. И приезжает в литературную газету. И говорят, главный герой у вас аристарх и христианин. А вы кто? Я мусульманин. А почему вы такого героя сделали? Потому что, говорит, наш основатель религии, Махамат, много сделал добра. Но умер за людей Христос. А это несравнимо. Несравнимо одно с другим. Это, говорит, человек, который всемирно известен. Да и так понятно. Нас подводят сегодня к этой плахе. Мы тогда массово закупали книги эти и дарили. Там много хороших вещей сказано. Итак, мы сегодня хотим узнать, чьи мы дети. Когда мы это кончим, потом дома еще раз прочитайте. Просчитайте Исаия 9 глав, 6-7 стих. На один стих. Я редко когда говорю. И может было еще по отдельности каждое. Ну, вижу, как бы не устали. И вы будете считать, когда где слово Отец. В 3-й столовом завете. В новом завете встречается 232 раза. Вот. Прямо считаем, там, сколько? 68 раз в Евангелиях только в двух. В 3-х Евангелиях. Ну и дальше. Все апостолы, все. Какое у апостола самое большое звание было? Ну, подписывается, значит, такой-то генерал, майор там. А здесь везде начинает раб Божий, апостол Павел. На каждом послании раб. И язычники, которые знают сегодня язычество, они вы рабы, мы свободны. Я говорю, свободны от праведности, Павел говорит. Иаков пишет, Петр пишет, Иоанн пишет. Все начинают. Раб Божий. Не забывайте. Господь наш и Отец, и Владыка, и Князь мира. Итак, Исайя 64,8. Ну, ныне Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш. И все мы дело руки Твоей. Нужно научиться пощаще. Почему в отчеинах везде? В утренних, в вечерних молитвах, и всюду, и везде. Это молитва, молитву. Стоит задуматься. Я в прошлый раз, на полтора дня назад, сказали, два дня, говорил об этом. Самое для нас сложное, прости нам долги наши, как и мы прощаем. Мы ставим себя на грань гибели. Каждый раз, если не прощаем. А непрощение, это называется злопомнение. А злопомнение уподобляет дьяволу. Так что человека уже нет, дьявол стоит перед тобой. Да что бы там ни было, да. У русских такая пословица, нехорошая, говорится. Ну, да плевать да забыть. И больше не возвращайся к этому. Ну, было, ну, оскорбил, ну, ничего нигде нет. Когда статуи Феодосия свергли, спешили послы сказать, а сурово расправлялись, как всемирная империя. У вас там лицо, говорите, пощупался, а злопомнение говорит, нет, вроде чистое. Но не говорят о памятнике. И там сейчас вот, где смута, все повторяется, как будто вчера это происходило. А если бы это было, говорят, отцы отечества. На каждое слово обращаю внимание и сразу говорю, а кто отец? Он сотворил мир, он нас усыновил и дал власть быть чадами божьими. Вот мы считаем Евангелие от Иоанна 1.12. Когда мы уверовали в Него, верующим в Него дал власть. Вот эта власть, знаете, сидеть, я князь, подчиняйтесь, мне много пенсии будет. Нет. Он дал нам власть называться чадами божьими. А те, которые не уверовали, они ничьи. А ничьи не бывают, пустоты природа не терпит. Дьявол берет всем злейших и поселяется, и последний бывает хуже первого. А как? А Вазапи к нему, отец. Не проповедовали, не знали люди. Вот Бурятия, там, буддизм. Снесло его течением, он где-то там валун какой-то торчит, он засыпился за Него, кричит. Ой, помогай! А кто помогает? Он не знает, к кому обращаться. Никола! Бог Никола, помоги мне! Так понимали. А кто у тебя Бог? Бог Никола, Бог Матерь Божия, там Заяц Перидона, там все Бог. Людям-то, ну, можно было, которые другого развития, другой культуры, как говорят, четко и ясно показать, есть Писание. К нам приезжали в библейское общество, помните, мы помогали где, переводили на аэродский язык. Так уже две тысячи переводов сделано, разных, на всех языках. Это знатоки языка. Этот человек должен проникнуть во все тайны, которые скрыты, понять, какое слово, какое значение. Отец от детей этого не скрывает. И Христос говорит, не называй вас рабами, но друзьями. Хотя мы и рабы. Матфея 3.4 Тогда благоприятно... Так, виноват. Иеремия 3.4 Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой, ты был путеводителем юности моей? И в них в одно-то и какое-то слово. Как мало они знали об этом, называли. А какое понятие было? Потому что на руках-то ничего и не было. Вчера знакомый, ну как нам знакомый священник, я могу назвать даже, отец Андрей Ткачев. Я посмотрел, сколько у него сказано разных протоидей, встреч, потратил время, 2025. Ему равных сегодня по активности никого нет. И он раньше просто говорил, а сейчас непрерывно упоминает из Библии. А от нас был послан человек в Москве. Нашли его, трехтомник, для слова Божия, не тот свист, но православие. И его берут и не верю, и большая библиотека, и сразу останавливается, наши книги на первом месте, показывает. Но они выглядят там как царствующие. Это Бог делает. Но все равно это радостно. Мало то он выходит с Библии в руках. Это чего-то стоит. Когда ты знаешь, что такой человек он до многих может достигнуть. И прямо, ну, не указывает, какая книга, что, ну, цитирует оттуда. Память у него есть. Так, Малахия 2, 10. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вот такие строгие слова. Вот люди писали, батюшка, благослови. Наша сестра поехала, Нина, в клочках. Ну и говорит, сейчас в пост, великий, надо земные поклоны делать. А тебя батюшка благословил на это? На что? Ну, поклоны делать. Так при чем тут батюшка, когда я Богу молюсь? Нет. Только юридики не благословляются. То есть они не молятся. Но это Бог повелел. Благослови, я поеду туда-то, в тайгу, кому-то благовестствовать или в Москву. Это другое дело. А благослови, батюшка, меня считать Евангелие? Как это так? Да это слово Божие. Вера от слышания, а не ты кон. На днях слушаю митрополита Леона, известный такой человек, умница такой. И рассказывают об иконе. Я нашел только у него ошибок, примерно 36. Как будто он никогда не считал и не видел. Вот человек посмотрит, а вот это, ну, там, успение Божьей Матери, там, задумается о смерти. Вера от слышания. А слышание от слова Божия никогда в руках Библии не держит. А молиться. Теперь я вам сказал, я возлагаю, как бы, на вас, чтобы это отобразилось в жизни. Таких людей терять нельзя. А они выходят один за одним и говорят не по слову Божию. Вот сегодня я прослушал патриарха, и страх берет просто. Прямо говорит о времени Антихриста. Ну, назовито его, что придет Антихрист, там написано. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти Антихрист. Что это? Страх какой? Потерять бояться. Да ведь уже к концу все, борода седая. Это касается каждого из нас. Возвестите людям о близости пришествия его. Господь, чем более будете усматривать исполнение, что он сказал перед этим. Знайте близ при дверях. А при дверях, это значит, двери только открыть и еще нет. В один день нас оттуда выселят, вышвырнут, и все будет отнято. И мы знаем, Библия говорит, будете ненавидимы всеми за имя мое. У христиан тоже был лозунг. Когда их выводили на арену, ну, где там цирк ставили, и они поднимали вверх. Одним перстом крестились. Они двумя, не тремя, как сегодня. Одним. И крещали, Кристос рыгна, Христос царствует. Вот у католиков здесь у них храм Бога, Господа Вседержителя. У нас так и называется. И вдруг называют храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя в Москве, главный храм. Вот, я думаю, там конкурс устраивали, как назвать Христос в названии. Не в честь иконы Владимирской. Это главный храм. Христос, а Иисус нет. Так Спаситель есть Иисус. И в то же время расшифровали Христа и Спасителя. Очень сильно. Мы там были вокруг храма этого. И на каждой стороне останавливались, падали на землю, поднимали руки, молились. А с одной стороны заперто, нельзя пройти. Звонок. Вышел человек, видимо, военный. Мы сказали, нам с той стороны надо зайти еще помолиться. Он открыл, вышел в замок, открыл. И мы-то зашли с этой стороны, помолились. Я уж не знаю. А она как раз, этот храм Христа Спасителя, метров 200, который прижал Игумен Сахаров. Через Москву, канал Москутка, перейти. Вот здесь, на Берсеневке. Я все это подробно рассказываю тому, что сколько у нас возможностей возвестить, кто наш отец. Да он нас никогда не покинет. Мы избранные. Люди боятся этого слова избранные. Когда я говорю, что избрал меня от юности Господь, прямо протестуют. Но апостол Павел говорит, а чего матери избрал? И пишет, кому? Много званых, но мало избранных. Так что, мы боимся слова избранные. А званые, вроде бы, сойдет как-то. А ты скажи, я бы сегодня здесь не был. Я удивляюсь, как сегодня у нас мало людей. Куда дели лететь? Зараз, что-то случилось в городе. Меня не предупредили. Как так все сразу, как сговорились? Или устали после встречи Рождества? Или что? Итак, мы говорим. Малахия говорит об этом. Батюшка благослови на каждом шагу. И вдруг мы считаем, только Малахия говорит. Последний пророк в Ветхом Завете. И говорит Господь, я проклинаю ваши благословения. Вот представьте, сколько благословений батюшка дает. Руку целуем, то другое. А Господь говорит, я проклинаю ваши благословения. Умереть можно здесь же на месте. Как же так? И за что? Ну, как? Что мы сделали? А Господь говорит, все вы проклятые. Все до одного. А почему? Вы обкрадываете меня. Вы не просто ворез, святататцы. Даже вот свечка догорит. А горах нельзя. Не надо трогать. Вчера наши составили люди о свечах, что они должны быть чисто восковые. Льви 10-10, чистое-чистое, а не чистое-нечистому. О чем все, Рафим Саровский говорил. Сегодня чистые свечи на эти, только Псково-Пещерская лагерь, наверное. И чтобы не продавали, ее тоже нигде нет. А там лежат, и сколько надо, монах поставят. Как у нас, точно так же. У нас в уставе написано, ни одного гарка у нас за 30 лет нету. Догорела, погасла. А почему? Все сожжения. Все сожжения. И оно употребляется многократно в Библии и нарушается. Огромная мере. Вот такая свечка еще, в храме я был по-красному, тушит ее в мешок, переплавляет и назад. Деньги прибыли. Это святотатство. Потому что люди не платят десятину. Это отец говорит о людях, которые славят его. Вы обкрадываете меня проклятием, вы прокляты. Что проклятием и прокляты? Это соединяется только с смертью умрешь. Так умрешь это и так смерть? Нет, смертью умрешь, в раю Бог сказал. Смерть как будто личность, и ты от нее умрешь. И проклятие как будто какая-то личность. Проклятием вы прокляты. Вы благословляете Господь, говорит, а я проклинаю. Только за то, что не платят десятину. Речь идет об этом. Сколько мы получали денег? Высчитай. Десятая не наша. Господь сказал бы, жадный, еще ты жадный-то отдай. Священству-то надо жить, если торговли нету. Он говорит, нет, меня обкрадывайте, это моя десятина была. Он дал солнце на сто процентов его, земля его на сто процентов, вода его, семена, все его. Я прошу не все, только одну десятую. Я первый раз прочитал Златоуст, он говорит, и времени требует десятую часть. А как? Очень просто. Суббота и воскресенье не считаются постом, потому что даже в Великий пост разрешается растительным маслом. Семь недель остается пять дней. Семь и пять, тридцать пять. Пост на неделе только одна. Перед Пасхой тридцать шесть. И священная дутора тридцать шесть с половиной. С точностью до одного часа. Но те, которые думали, видимо, не знали. Златоуст, никто это не говорил. Но к этому надо прислушаться. Где с кем-то бываете? Ну, а торговлю убери, на что священство будет жить. Говорите о десятинах. Да люди ничего не знают. У нас знают. Нас мало, но мы сумели это показать. Нету торговли. С тарелкой не ходят. Надо, положи. Не говори, что я не знаю, я не могу. Бог может. Он отец наш. Мы его дети. А отца нет, называется безотцовшина. Безотцовшина, это значит, что будет. Дядца в доме нету. Женская психология сыновья растут. И они никуда не угодно. С перенок под каблучники уже. И никакой семьи там нет. Он так же, как отец, который бросил, и такой же он растет. Вы для себя это возьмите. Установите авторитет, который замужний, а авторитет мужа. А он неверующий. Ну, ты сама рассуди. Где он тебя плохому учит? Там не покоряйся. Жена занимает кафедру. Мы об этом говорим. Чтобы в семье был отец. У нас отец был едва-едва теплилый. За стол садился всегда три поколи. Что он считал, никому не говорил. Но знал, что был потоп. Он говорит, не ворона был, а грач. Ему так сказали. Он кое-что знал. И мы ни разу не слышали, чтобы мать говорила. Он только за дверь вышел. Больше ни одного слова нет. Видите, это все закладывается. Поставьте предел. Даже разведенный где-то про отца ничего не говорите. Это печать на ребенке будет. Где-то. Отец. Я говорю сейчас о небесном отце. А от него уже от свет идет и на нашу сторону. Матфея 5,48. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. А можно ли это? Значит, планка-то как поднято. Как Отец небесный. Будьте совершенны. Но вы это не забывайте. Поэтому везде есть какой-то предел. У нас этого нет. И сравнивать с христианами, которым все положили и в благовестие были, не приходится. Потому что перед ними явно было видно это, как Отец. Потому он не достигаем. А в вечности как будет, не знаем. Но будет духовный рост. Это определенно. Написано листья от дерева до исцеления. А то, что мы не знали. Одно дерево на два берега растет. Такого не бывает. А когда читаешь откровения, так и дерево, растущее на двух сторонах реки. Это открытие. То есть тончайшее разумение, что нам неизвестно. Это как листья дерева. 6,8. Так. Здесь же. 6,8. Матфея 6,8. Не уподавляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Вот он какой Отец наш. Но только... А еще тогда просить, для того, чтобы мы не забывали, что Он нас кормит, поет и все остальное от Него. Вот читаем книгу Тавита, 1 глава, 8 стих. Больше нигде в Библии нету. Он платил десяти. Ну а почему? Бабками его научила. Такая бабушка была. А бабушки верующие, когда Тимофею пишет, бабки твои, перечисляют Лаидию, матери Евники, вера была. Она каким-то образом переходит. Не просто так. Я христианин в христианской семье. Вот мне говорят, а если бы вы родились в мусульманской... Ну, при моем характере, я про себя скажу, я бы нашел христианство. Потому что я сначала изучал буддизм, Ленина, масло, все проходил, два томика беру с собой на работу. И вдруг я... Когда Евангелие пришло, говорит, хотите узнать, Господь говорит, кто начинает исполнять, на деле проверяет. Я начинаю делать, как они говорят, я уже человеческая. Умная, хорошая, но здесь умирает. Вот что мы сейчас считаем, это вечное, неприходящее. И тогда эпиграфом для меня стало 1248 Евангелия Атьяна. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Вот вся Конституция, Уголовный кодекс, гражданский, все в одном. Считай, что он говорил Христос. Если ты врач, каждый день смотри туда, чтобы не навредить. Не навреди, это у них так сказано. Если ты защищаешь людей, смотри по Слову Божию, не слуха, берегись, а оно будет судить. Я много лет судился, пришел к выводу, судьями, прокурорами, могут быть там адвокатами, только верующие. Не важно, кто он, мусульманин, или баптист, или католик, чтобы он знал, что там за гробом будет расчет. Это надо научиться понимать. А как доказать, что будет суд Божий? Это очень просто. Вы как считаете? Бог справедливый? Да. А на земле справедливость есть? Да какая справедливость? Они что попало делают? Страну разворвали? Я согласен. А где она справедливость восторжествует? Значит, за гробом, за то, больше нигде не остается. Какой простой довод, как разговаривать. Дальше, Яков 6,27. Я специально взял из разных авторов, чтобы увидеть, как они любили это слово. Яков 6,27. Якова нет, 6,27. Подожди. Это Яанна. Яанна. Виноват. Яанна 6,27. Корявый. Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. А вот говорят, Иегова, это к кому относятся? К отцу или к сыну? Согласно Библии, к отцу и к сыну. А почему единое, нераздельное? И мы это можем просчитать, что интересно, в Ветхом Завете три раза встречается в неканонических книгах. Это третья Маковейская, 5,4, третья Едра, 1,29, и Сираха, 51, 51,14. Одно-таки воззвал Господу, отцу Господа, воззови, Господу, отцу Господа моего. А он сам называется Отец Вечности. Здесь родился сын нам, и перечисляют Отец. Христос называется Отец Вечности, не только Сын Человеческий, Сын Божий. Так написано. Дальше. Первое Петра 1,3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Вот откуда идет у нас все. Так, первое Иоанна 3,1 и упование на жертву Христову. А что во Христе? 1,21, Филиппистам Павел пишет Для меня жизнь Христос. Какая цель? Жизнь Христос и смерть приобретение. То, что ты сделал до смерти, все к тебе обратно приплывет. Приобретение. 3,1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир поэтому не знает нас, что не познал Его. Власть дал не просто так, а и быть. Называться мы дети Отца Небеса. Мы настолько сродственные. Вот знаете, я называю самый большой атеист, это был один Карлов, мы звали его. И он пишет сочинение, ну, это уже на теста зрелости, на 15-й главу Евангелия Тиана. И пятерку получил. Вот как ягодки на виноградной кисти, так мы верующие христиане. Кто бы думал, что из него такое все пойдет. Где-то же сатана подломил такой разум, такое понимание Писания. И при том, самые большие безбожники, какие есть, они были в церкви, пятерки получали, как один Владимир, еще в коридоре кричал. Закон Божий пять. А другой, который главный противник там от немцев шел, тот в церковном хоре пел и куда враг спихнул. Поэтому заложи в детей такое, чтобы он шагу не шагал. Говорят, ну, сейчас-то люди беснулись, чтобы не было этого. Тебе не подсадили беса, подходишь к двери и перекрестись. Отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов, всей гордыни его. И тогда дверь открывай, перекрести. Никогда ничего не будет. Еще неизвестно ни одного случая, чтобы человек так по благословению отца делал. А один знакомый близко был. И ребенок только вышел сразу, закричал, упал, подбежали, из него пена идет. Ну, а потом, когда опомнился, стал смотреть. Ничего не было. Колесо низенькие, две ступеньки. А оказывается, там дощечку подложили, на которой дьявол. Это бес был. Специально медной дощечки. И при том находим в житиях святых них где-то. Кто-то. А если бы он сказал так, пишите, чтобы дети бежали без благословения. Они могут, видимо, и не бесноваться, но такие будут говорить слова, так отрекаться от Христа от церкви, что ты только вспомнишь это. Никогда три поклона, где у тебя икона стоят, а отец благослови. Или мать одна, мать благослови. Преучите детей этому. И тогда вы будете настоящими отцами и матерями. А если дети ваши не придут на небо, вы были просто сторонние наблюдатели, как дети уходят. 5-7, 1 Иоанна. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святый Дух. И сие три суть едино. Вот это стих, который доказать три в одном стихе. Сейчас что придумали? А его в первоначальных свитках не было то предложение. Еретики. А его там не было. А в каком свитке? Ну, у нас в Синайском Монус Крипта в четвертом веку относятся. Есть отрывки Евангелия к 136 году. Оригинал который. Но дальше нет. Ну, всегда это было. Нет. Этого не было. Никогда не верьте этому. Я повторяю. Будьте влюблены. Я могу сказать. Подражайте мне, как я Христу. В данном священии. Господь мне это положил. Я считаю, синодальный перевод 1876 года аналога мировой практики не имеет. Это наилучше за 2000 лет. Я на разных языках сравнивал, смотрел, много считаю и понял. Близко никто не стоял. Четыре духовные академии. Два переводчика уже канонизированы. Пиларет и Макари Алтайский. Так. Первая Каринфия 8.6 Архимандирит Макарий Глухарев здесь на Алтае работал. 470 которые Алтайцы через него пришли к Богу. А как он? Он готовился. Купил веник и пошел. А что веником делать? А в юртах у них подметать. Они не знали этого. И окончил какой-то курс маленький медицинский. И люди стали приходить к нему. Я считаю об одном там Арбер Швейсер когда поехал где-то образование высшее но надо еще и медицинское. И он спрашивал что тебе нравится люди покаженные да я дома у меня коза была я так люблю чтобы она была пожалуйста коза отдельной палатки зараженной где-то и ни у кого не было чтобы такие люди даже приближенные к смерти сияющие были буквально. Сегодня говорят есть какое-то лекарство от лепры мэдсуды японские там изобрел уже давно насколько оно действует не знаю самое действие это покой на душе и вера во Христа. 1 Коринфян 8.6 Но у нас один Бог Отец из Которого все и мы для Него и один Господь Иисус Христос с Которым все и мы им. С кем будете разговаривать люди не знают что я говорю сегодня постарайтесь записывать сестра где это найти 2 Коринфянам 1.3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Отец милосердия и Бог всякого утешения милосердия даже забудем все Иисусу молитву прочитай Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного и все встанет на место никогда не поддавайтесь сегодняшнему горе плохим известиям новый день рождает новое и как ты потом будешь радоваться что ты призвал Господа и с ним вместе возрадовешься ты меня утешил Господи 2 Фессанский 2.16 Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати я говорю в Новом Завете 232 раза с большой буквы Отец не в начале предложения теперь второе посмотрим и называется Князь Мирось Князь к Богу только один раз встречается я сегодня утром только закончил подготовку и до того удивился прочитайте плащ 5.12 плащ Еремея князья повешены руками их лица старцев не уважают это когда нападают враги и на племенники и князья ну кто-то какие князья ясно руководители это депутаты городская администрация ну все такое что относится к нам вот посчитаем это языки 2227 князья у нее как волки похищающие добычу проливают кровь губят души чтобы приобрести корысть думали ли они что войдут в истории на всех языках они как лютые волки будут показаны здесь это князья это те которые должны заботиться которые руководят которые куда-то ведут людей и сколько таких сегодня которые не знают даже слова ну хоть бы один князь чему-то учил ну которых избирают депутаты ну хоть один то есть или нет недавно стали смотреть процентов 15 что ли только уголовники которые избраны в верховной там в думе и везде ну надо смотреть и на прошлое куда он приведет тебя языки 22 так на ум 317 посмотрите какие князья и кого избирать кому повиноваться это редко такое 317 на ум православные придумали если ума не хватает молиться на уму надо и тогда уму учиться не надо князья твои как саранча и военачальники твои как рои мошек которые во время холода гнездятся в щелях стен и когда взойдет солнце то разлетаются и не узнаешь место где они были вот они кто такое мошкара обыкновенные комарики они разлетятся новые уже дежурен где нету сколько от Алтая тут было выбрано туда называть не хочется и ничего от них не было и получают ни два ни три пенсия заваривают иногда за сто это по недоверию мэра Москвы отправляют на пенсию жена у него самая богатая женщина в России ну и пенсия ему 253 тысячи 253 ну понятно что надо уметь жить бедно и мы каждый день об этом молимся Господи научи нас жить бедно и видеть нуждающихся а их умудри чтобы издавали законы и исполняли добрые законы а за чего чтобы нам было еще уделять нуждающимся вот такая молитва есть дальше Псалом 118 23 стих князья сидят и сговариваются против меня а рак то и размышляет об устало вот они и 161 стих князья гонят меня без вина но сердце мое боится слова твоего ведь он знает они есть но никому не доверяется и еще одно место иеремия 37 15 князья озлобились на иеремию и били его и заключили его в темницу в дом иоаннафана писца потому что сделали его темницу а то все здесь и КГБ и милиция и вот при царе была жандармерия какая вот все допрашивает я прочитал про одного но не православный конечно вот ты учишь людей ну ты понимаешь нет ты говоришь что еще у вас библии нет а как вы узнали а сколько книг в библии ну протестант 66 их 77 а вот скажи 67 главе 3 стих у Исаии что написано он говорит 67 я не ослышался нет а их всего 66 и 24 стиха в ней он посмотрел ну прочитайте Исаия 66 24 я прочитал когда я думаю это надо заучить 66 66 и 66 и последний стих и будут выходить и увидят трупы людей отступивших от меня ибо червь их не умрет и огонь их не угаснет и будет они мерзостью для всякой плоти нас будут выковыривать из дома только выйдем и одни трупы везде лежат это все к этому времени итак что по моим силам было я постарался показать что наш Отец Небесный любит нас и любовь выражается в том что отдал за нас Сына Своего Амами